140 заявок, 50 участников кастинга и только 3 места в финале. На 63.ру завершился отборочный этап реалити-шоу «Преображение». Члены жюри, наставники и партнеры проекта оценили дефиле и презентацию конкурсантов. Хочется получить от проекта эмоции новые. Там снова работающая, поэтому мы можем попробовать. Я хочу выглядеть тоже на 10 лет нового. Моя главная задача – я хочу быть просто здоровым. 10 самых ярких и целеустремленных, по мнению судей, участников прошли в следующий тур кастинга – «Тет-а-тет-собеседование с наставниками». Каждый из трех наставников должен был определить одного победителя, которого ждет тотальное преображение под присмотром специалистов. Эксперты Самарского центра энергоинформационной медицины выбрали себе в подопечный Елену Панферову. 43-летняя финалистка отличилась четко поставленной целью и мощной мотивацией. «Захотелось помочь человеку показать возможности современной медицины, когда можно установить именно причину нарушения обменных процессов, воздействовать на нее и увидеть потом потрясающие результаты. За свой опыт работы в центре я видела много таких результатов». «Я очень рада, что обратили на меня внимание, и я надеюсь получить огромные результаты». Еще одна финалистка, 53-летняя Марина Вихтинская, пристально следила за прошлыми сезонами преображения и мечтала оказаться по ту сторону экрана. «Класс! Все получилось!» «Я, когда шла сюда, я почему-то была уверена, что это победю. Вот, я с таким настроем шла, что я обязательно стану участником проекта. И я ни на минуту не сомневалась». Путевку в финал и шанс измениться участница подарил Центр красоты и стройности Наталья Медведевой. «У нас такая активная, веселая, жизнерадостная женщина, которой мы действительно хотим принести пользу. Поэтому мы будем делать процедуры, которые будут стройнить нашего пациента. Плюс мы будем делать процедурную подтяжку кожи». Фитнес-клуб «Эксфит» свое предпочтение отдал 46-летнему Сергею Прищепе. На кастинг мужчина шел с мыслью о том, что побед не бывает, но в итоге выиграл по-крупному. «Я, в общем-то, очень счастлив. Я тоже действительно нахожусь в эйфории. Хочу сказать всем, что принимайте участие, что конкурсы здесь все честные. Неожиданно для всех «Эксфит» объявила решение взять под свой контроль еще одного, четвертого конкурсанта. Им стала 38-летняя Светлана Мартынова. «Делась, но вообще не верила абсолютно. И когда уже трех победителей объявили, и я поняла, ну, блин, ну, как бы, ладно, не судьба. И тут меня назвали, я не могу». Своих подопечных специалисты клуба обещают познакомить с фитнесом заново. «Они поймут, что фитнес – это нечто большее. Мы будем заниматься не только снижением веса наших конкурсантов, мы будем заниматься очень активно их здоровьем. Мы будем смотреть, насколько у них возможны проблемы с давлением, насколько у них проблемы с опорно-двигательным аппаратом». Все участники получили от наставников и партнеров преображения подарки и сертификаты на скидки. «Очень важно, что он согласуется с философией нашей стоматологической клиники, поддерживает стремление людей к изменению себя в лучшую сторону, и для себя, и для своих близких, то есть изменению своей внешности, своего здоровья». «От лица компании «Тойота Центр Самара Север» я поздравляю всех участников и победителей данного проекта. Я считаю, что все уже большие молодцы и победители, что пришли на этот конкурс и пересилили себя». За техническое сопровождение мероприятия отвечала компания «Регион Шоу». Впереди финалистов ждет трехмесячный марафон перемен. Следить за преображением жители города смогут по видеодневникам участников проекта. Ирина Ремезова, Андрей Тишин, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру. А вы знаете формулу улыбки? Возьмем первоклассное оборудование, умножим на опыт и знания специалистов, прибавим игровое пространство для детей и возведем в квадрат внимание и профессионализм. Это и есть формула улыбки. Стоматологическая клиника «Формула улыбки».